Тебе придется выложиться, да. Я готова просто все 100% пропотеть. Чтобы возбудить Россию. Привет всем, с вами команда Patriot. Мы в МФТИ, приехали в гости к физтеху. Почему? Да просто так. Вкратце, просто так. Да, потому что закончился очередной запуск программы 100-дневного лоркаута. И хочу сказать, что я очень горжусь всеми участниками и всеми выпускниками программы. Но некоторыми я горжусь больше, чем другими. Почему? Потому что они не только занимаются сами, не только развиваются сами, не только помогают другим развиваться, но и делают разные крутые штуки. В частности, Алексей Шоненков, который учился, был студентом МФТИ и проходил сам 100-дневку, он решил под это дело еще подключить весь свой вуз, стать куратором в вузе и добиться строительства современной площадки для тренировок на территории университета, института высшего учебного заведения в Долгопрудном. Сейчас мы на нее придем и покажем вам, собственно, ее. А пока... Мы находимся в нескучном саду, хотя, честно говоря, так и не скажешь. Да, Виталий? Так и не скажешь. Здесь площадку полностью переделали, и первые наши впечатления носят, скорее, отрицательный характер, потому что все очень-очень сумбурно. То есть, видите, расположение элементов очень-очень странное. Есть, конечно, лавочки, чтобы на них запрыгивать, и это хорошо. Канаты, канаты дико трясутся. Сейчас, если будет видно. Может, не будет? Ну, короче, когда лезешь по канату, он дико трясется. Все трясется, и, блин, это очень плохо. Что есть? Брусья есть двойные, такие вот. Они уже, чем были, это хорошо. Гнутые брусья сделали еще ниже, поэтому... Заниматься на них могут только те, кто очень-очень небольшого роста. Всем остальным будет неудобно. Шведская стенка, которая стоит посреди площадки. Это отдельное интересное решение. Блин, непонятное. Ну и проходы тут вот еще. В общем и целом площадку изменили полностью, скорее, в худшую сторону, по крайней мере, по первым впечатлениям. А, ну и мы тусуемся около вот этой странной конструкции. Я не знаю, что это за квадрат, для чего он. И на площадке теперь только одна единственная наклонная лавка. Одна. Да, нас предупреждали, что здесь будет один кочка-убийца. Да, кочка-убийца. Целых два? Целых два. Слушай, когда здесь не было стадиона футбольного, как-то она значительнее оказалась. Нет, площадка? Ну, да. Покрупнее. А вообще, это очень дурацкая идея ставить площадку сразу за воротами футбольными. То есть я не знаю, кто это придумал, чья гениальная мысль. Но это очень тупо и очень опасно, ребят. Очень опасно. Хотя, если кого-нибудь убьет мячом, у нас будет много просмотров. Все, настали эти жаркие летние дни. Надо тренироваться душно. Да? Жарко тренироваться? Расскажи, что будет сегодня, только против солнца не стоит. Давай так. Сегодня будет крутая тренировка вместе с патриотами, я так понимаю. К нам приехал Антон Кучумов на фистях. И я думаю, он покажет нам мастер-класс. Мы собрали огромную тусовку. Здесь четыре фотографа, куча репортеров. Я вообще не понимаю, как у меня это получилось. Где все люди? К чему лишние разговоры, да? Саня, можешь сделать выход? Нет, нет, нет. Что ты делал последние пару лет? Что он делал последние пару лет? Простю бордер. Вместо тренировок. Прокачивал бордер. Ты должен был уже уметь делать выходы. Иди сделай. Саня верит в тебя, если что. Нет, я сделаю. Я пусть не размялся еще. А, разомнись. Я все равно не сделаю. Глубокий выход даже я сделаю. Даже он сделает. Вот так вот даешь интервью на телек-прочеч. Снимите, пожалуйста, как я интервью даю. А никто не снимает. Ты нахуй никого не снимаешь. Я тебя все равно запикну. Нет, ты что будешь записывать? Я не хочу. Убери камеру. Это попадет. Ну я в корму. В общем, как Александр ест. И так вот камеру можно убрать. Да-да, есть что-то общее у Александров, да? Да, и у Саня. Их не люби к камерам. Давай, убирай. А я не ударюсь там наверху? Давай, что ты как девочка камеру уберешь? Не, не ударишься, я все просчитал. Вот сейчас у тебя одна рука будет более прокачивающая. Да, я знаю. Сейчас он уравняет это. Уравняет руку. Уравнитель. Давай, Фродо. Давай, Фродо. Мы в тебя верим. Давай, а где кольцо влезет? Их два. Какой кидарик? Выгод надо делать. Давай, да ты сделаешь, все сделают. У меня локоточки. Вот это да, это будет очень глупо, если ты травмируешься. Это так смеяться. Я так буду смеяться. Это должно быть на камере. Мой смех должен быть на камере. Давай. Шитник. Да-да-да, это правильно решено. Потому что я никогда этого не делал, но сегодня. Я думаю, особенный день на 25. А с прямых рук. Ну, слушай, эти шары уже столько людей облапало. А, снизу. Я снизу хочу. Не, братю еще что-то не делают. Да, они не делают. А, делают. Теперь отпусти одну ногу и одну руку. Одну руку и одну ногу, а то все. Ну, просто стоять, чтобы в упоре так. Не знаю, не, у нас есть сайли для этого. Если надо что-то показать на видео. Мы специально его с собой возим. Он может показать страшную морду. Это и наши ребята могут показать так. Я думаю, ребята, это лучше получится. Только не показывайте это никому. А у нас есть Серега. Да, вот и все, собственно. Они на пару с журналисткой потребят, и все будут довольны. Как учеба на физтехе? Расскажи нашим подписчикам. Не знаю, я уже как бы старший курсник особо, я не учусь. А, первые четыре года было плохо. Очень плохо, правда. Воркаут только и спасал. Прийти вечером и... Прийти вечером, проветрить голову, вот на площадочке подышать свежим воздухом, то, что надо после работы. Тяжелого дня. Ну, сейчас, собственно, я от работы так отдыхаю. Вот ты снял футболку, и Илюха решил сам потренироваться с Викой. И не пускать ее к тебе. Я не против. Давай. Ты в курсе, что он не идеальный? Он слабо сказан, что не идеальный. Не знаю. Я хотел в Саню спросить по поводу тех нытиков в Ютубе. Я уже... Общались, когда ехали сюда. По поводу видоса. Я вот выписал... Выписал. Выпустил видос про то, как увеличить потяги. Там, значит, надо было тренироваться 5 раз в неделю. Но это для новичков, поэтому за тренировку у них получалось там потягивание 30. И начали... В сумме. За тренировку. И начали ныть в комментариях, что каждый день тренить нельзя, мышечный катаболизм, не будешь расти, дри, дрищ, это тренировки на выносливость, а не на массу, не научиться много потягивания. Что ты думаешь про тренировки каждый день? Сейчас. Вот такие вот, знаешь, тебе что? Я хотел сказать то, что вот, типа, тренировка на выносливость, а не на массу. Да, да, да. Это же тренировка количества потягивания, а количество потягивания, это слово выносливость. Следовательно, они делают то, что надо? Ведь это же тренировка на выносливость, а тебе нужно больше потягивания, если не есть выносливость. Но масса-то от такой тренировки не растет? Масса будет расти от того, как ты питаешься и сколько ты спишь. Не слушайте его, на самом деле есть тренировки на массу, на рельеф и на выносливость. Он чушь несет про еду. Сейчас еще скажешь, потому что надо профицит калорий создавать, дичь какую-то. Вот если тренишь на массу, мало повторов, там, 1-5, будешь расти. По 10-12 повторений, дальше все на силовую выносливость, это для тренировки. Для рельефа, рельефа. На рельеф, да. Хотите рельефа? 15-25 повторяй, это максимум. 15-17. А на массу 10-12. Да нет, это много на массу. Это на силу и массу, а на массу надо еще меньше. Надо 1-5 на массу. Ну, до 10 хотя бы. 10 повторений, это вот все, сделай 10. У вас, что у вас программа была именно на массу. Не путайте. Что еще ты хотел сказать? Мы хотели делать программу на массу и хотели рельеф, а вы не знали, что программа на массу, и вы станете большие на рельеф. Нам придется тренироваться на рельеф, а масса-то уйдет. Вообще глупость какая-то, ребят, нет. Вы должны четко знать, какую программу... Что ты несешь, это же бред. Что ты еще хотел сказать? Хорошие дни у него по тайге. Вот такая вот вышла тренировка сегодня. Надеюсь, видео получится интересным. Все, мы отсняли материал для... Ничего, для сайта мы отсняли материал? Мы отсняли для группы потока, для МФТИ. Для МФТИ. Теперь все студенты узнают про эту движуху. Сколько у вас человек? Тысяч пять, да, учится? Вместе с магистром там совсем, с аспирантами. Наверное. Ясно. Ну, где тысяч пять? Да. То есть, наверное, на студневку вышло 100. Сколько осенью выйдет? Двести? Триста? Посмотрим. Жизнь покажет. У тебя последний курс будет? Благодаря этому видео, я думаю, их станет еще больше, да. Понятно. Последний курс, да, будет? У тебя? Да. На кого-то учишься? На кого-то умного! Окей, ладно. Хорошо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, приглашайте в ваше учебное заведение. Мы с радостью приедем, по треням, поможем развить сотку. Субтитры сделал DimaTorzok Еще больше брусьев. Здесь даже рукоход есть, ты видел? Самый такой. Поры. Прямо, да? Здесь? Да, здесь все есть. Отличная старая советская площадка. Мне, наверное, уже лет 50. И она как новенькая. Мы приняли на одном дерьме. Откину. Мы приняли на 2-3-6-7-7-6-7-6-7-7-6-7-7-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-9-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8.